Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и считаем, что в ПФО это отделение тоже будет очень востребовано. Здесь будут сконцентрированы артероскопические малоинвазивные вмешательства. Показали Игорю Комарову и цифровой контур федерального центра. В медучреждение внедрена электронная медицинская карта, в которой сосредоточена вся база данных на пациента. Ее можно открыть в любом месте – в регистратуре, кабинете врача, процедурной. Данные очень важны для последующих визитов. Их можно синхронизировать с оказанием услуг в других больницах. Вот так вот выглядит примерно дневник пациента, его история болезни. Помимо этого, мы предлагаем каждому пациенту, который проходит у нас лечение, иметь свой личный кабинет. Вот так вот. Да, это все посещения здесь учтения. Это все исследования, да, все назначения. В цифровой контур вошла и операционная. Полный список пациентов за день, проведенных операций, последующих назначений. Все это ускоряет механизм оказания медпомощи в разы. Одна из новинок центра – нейросеть, которая позволяет максимально точно ставить диагноз. В базе данных более 30 тысяч снимков. Искусственный интеллект выдает по аналогии не только диагноз, но и план лечения. Помогает, это второе мнение, дополнительное, в принципе, на сегодняшний день. Даже то, что мелкие нюансы может врач не замечать, программа все-таки это все будет. Для того, чтобы наладить и настроить, вы сами, наверное, даете информацию, сами обучаетесь сначала. Сначала программу обучаем. Недавно в центре появился роботизированный комплекс. Такой экзоскелет помогает восстанавливать временно утраченные двигательные функции. Много и других новшеств в диагностике, способах лечения и реабилитации. На очень высоком уровне организована работа. Он такой, образцовый у нас центр. Три четверти людей, которые обращаются, это жители других регионов, что тоже очень важно и действительно впечатляет. И жители регионов Приволжского округа, в первую очередь, и других территорий страны приезжают сюда, обращаются за очень квалифицированной медицинской помощью. То есть, на самом деле, это тоже является достоинством региона. Вместе с новым корпусом в федеральном центре к концу года планируют ввести в строй и гостиницу. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Игорь Комаров и Олег Николаев обсудили и предварительные итоги социально-экономического развития Республики за пять месяцев текущего года и подготовку к предстоящим осенним выборам. Олег Николаев рассказал, что в июле подпишут первый инвестиционный контракт. В Чувашии будет локализовано производство сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности. Проект рассчитан до 2031 года, и его стоимость оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Глава Республики также отметил, что в первой половине года зафиксирован рост инвестиций и экспорта. На рабочей встрече с представителями федеральных органов власти обсудили подготовку к предстоящим выборам в Госдуму России. Провели совещание со всеми участниками, кто участвует в подготовке проведения выборов. Мы видим, что хорошо организовано и взаимодействие, и есть все основания считать, что выборы пройдут достойно, и легитимность, безопасность и прозрачность выборов будет обеспечена. Я подписал нормативный акт, которым уже утвердил комплексный план 10 органов исполнительной и муниципальной власти по обеспечению избирательного процесса. Главная наша задача, чтобы кандидаты могли привести безопасную, но полноценную агитационную кампанию. Для этого, естественно, должны быть обеспечены места для агитации. Ну и, конечно же, все это должно происходить, исходя из эпидситуации, безопасно. В зоне особого внимания полпреда – инклюзивное дошкольное образование. В рамках окружного проекта «Ментальное здоровье» в Республике реализуют практики для социализации особенных детей. «Ментальное здоровье» Забивают голы, рисуют картины песком, собирают конструкторы, плавают в бассейне. И так каждый день. В столичном садике номер 7 28 групп общеразвивающей направленности. Две для детей с ограниченными возможностями здоровья и одна инклюзивная группа. Образовательное учреждение стало экспериментальной площадкой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональные психологи, дефектологи, логопеды помогают адаптироваться в обществе и родителям. Они тоже равноправные участники важного процесса социализации. Радость того, что мне предоставили и моему ребенку предоставили возможность развиваться вместе с другими детьми. Это очень важно, что и мама, и ребенок не находятся в изоляции. Созвездия посещают 47 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Шесть из них с расстройствами аутистического спектра. Здесь хорошая база для устранения различных нарушений. Ликотека, бассейн, специально оборудованный физкультурный зал. Чуваша – одно из первых подключилось к общественному проекту Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье». Раннюю диагностику в регионе прошли 86% детей из целевой группы. Это лучший показатель в округе. Чем раньше обнаруживаются расстройства аутистического спектра, тем легче их лечить. Коллектив детсада дает шанс детям пойти в обычную школу. Мы видим, что действительно работа организована на очень высоком и хорошем уровне и техническое оснащение. И самое главное, что некоторые функции работники детского сада, мы видим, что берут дополнительные в плане консультационного оказания услуг и помощи. Это, конечно, очень хорошо. И важно, чтобы вот этот опыт и эта работа и была продолжена, и могли воспользоваться и другие регионы. Я думаю, что это будет полезно и для того окружного проекта «Ментальное здоровье», который мы проводим, в плане как раз организации этой работы, помощи семьям и детям. В садике готовы помочь семьям, живущим и в других районах и городах Чувашии. Здесь работает колл-центр, где оказывают педагогическую, методическую и консультативную помощь. В месяц поступает более 500 звонков. Эту работу удалось наладить за счет средств федерального гранта. Татьяна Трофимова, Владимир Синдеев, Республика. Ситуация с COVID-19 в регионе остается стабильно напряженной. А вот желающих привиться, согласно статистике, становится меньше. План по вакцинации выполнен лишь на 21%. В правительстве Чувашии предложили поощрять тех, кто привился от коронавируса. Антиковидные паспорта – как пропуск. С их помощью привитые смогут претендовать на льготы при посещении спортивных и культурных объектов, получать дополнительные скидки в магазинах и общепития. На заседании оперативного штаба подняли вопрос о дополнительных мерах мотивации по примеру других регионов. В городе Салихард создан очень удобный ресурс для розыгрыша подарков. В нем принимает участие любой гражданин, который прошел два этапа вакцинации. В нашем случае, наверное, это интересно будет городу Чебоксара с их порталом и референдумом по розыгрышу «Открытый город». И в качестве подарков там интересные, конечно, призы и Алиса, и наушники, и то, что интересно молодежи. Чтобы информация о важности прививок доходила до каждого, прозвучало предложение. Установить плакаты, баннеры, афиши на улицах и остановочных павильонах. С простым и понятным слоганом «Защити близких, сделай прививку». Инас Потапова, Бахтиар Велиев, Республика. В рамках Дня Республики состоится Чебоксарский экономический форум. Его основная тема – Чувашия трансформация. Речь пойдет о цифровизации различных отраслей экономики, социальной сферы, культуры. Дискуссионные площадки будут поделены на три зоны – технологии для людей, технологии для бизнеса и пространственное развитие. Интерактивные сервисы активно внедряются в нашу жизнь. Многие процессы упрощаются, уходят в прошлое многоступенчатость. Особенно это касается взаимодействия с органами власти. Портал госуслуги наращивает свои возможности. Электронный документ «Оборот» работает в кабинетах чиновников, представителей малого и среднего бизнеса в социальной сфере. На языке цифры говорят на предприятиях, в больницах и школах. Но надо двигаться дальше, искать новые решения. Об этом говорили на совещании в Доме правительства. Введение электронных дневников, журналов, профилей обучающихся. Каждая образовательная организация осуществляет самостоятельно. И зачастую это разные системы. И каждая образовательная организация выбирает свою платформу. Считаем, что такой подход не совсем правильным. И в решении вопросов в рамках цифровизации отрасли. Мы планируем создание современной и безопасной, единой для нашей республики цифрового пространства для учебы, обеспечив высокое качество и доступность знаний. Большая работа по развитию цифровых технологий проделана в здравоохранении. Активно работает медицинский информационно-аналитический центр. В электронной базе собраны все важные сведения, касающиеся медицины. В ходу электронная карта пациента, которой могут пользоваться и участковые врачи, и профильные специалисты. Сотрудники скорой медицинской помощи работают на вызовах с планшетами. Мы оснастили за счет федеральных средств планшетами участковую службу. За счет республики мы хотим сносить стационарные отделения. В понятие цифровая трансформация входит много важных направлений. При разработке стратегии мы рассматривали блоки, исходя из инфраструктуры. То есть это необходимые каналы связи, техника, средства защиты информации. Рассматривали отдельно создание цифровых платформ, государственных информационных систем, модернизацию. Конечно же создание сервисов для граждан с помощью портальных технологий, мобильных приложений. И конечно мы затронули все кадровые вопросы. Чувашия была выбрана пилотным регионом по разработке стратегии цифровой трансформации вместе с пятью другими субъектами. И вместо шести общероссийских отраслей республика трансформирует 15. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. О цифровой трансформации говорили сегодня и наши коллеги в прямом эфире на ТВАН-радио. Интервью с Кристиной Маниной смотрите в телевизионном варианте сразу после новостей. Чувашская республика принимает участие во всероссийской хоровой акции «За Родину, за Россию». Она приурочена ко Дню России. Гимн нашей страны звучит в исполнении разных вокалистов и коллективов России. Каждый субъект записывает видео, где поет главную торжественную песню страны, выкладывает в социальные сети с хэштегами «Мы – Россия – страна победителей» или отправляет на почту, адрес которой вы видите на своем экране. В нашей республике торжественную песню исполнял хор симфонической капеллы. Я думаю, каждый человек должен знать этот гимн. Пока мы начали петь гимн, набралось сколько народу. Снимают, слушают. Такие акции, конечно, очень нужны. Они нам даже помогают. Хочется петь. По итогам акции все видеоролики соединятся в один. Его можно будет увидеть на различных платформах в интернете, в эфирах телерадиокомпаний. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Павел Иритков, Республика. На Чебоксарском заливе появится центр уличного баскетбола мирового уровня. Речь идет о территории рядом с певческим полем. Здесь будет несколько баскетбольных и стритбольных площадок с акриловым покрытием. Переносные и стационарные трибуны. Воркаут-зона с тренажерами. Администрации столицы республики предстоит организовать подъездные пути и установить наружное освещение. Эти работы начнутся уже в ближайшее время. Затем инвестор приступит к работам, которые планируется завершить в полном объеме в текущем году. Предприниматели и предприятия могут получить дополнительную помощь от государства. Есть ли трудоустроит безработных, потерявших работу во время пандемии? Изменения в государственной программе работодателям разъясняют в Центре занятости. Консультации по этому вопросу проходят еженедельно. В программе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого им обязательно нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России» и подать заявление в Центр занятости о намерении участвовать в проекте. Регистрацию проходить совершенно несложно. Все это происходит в формате электронного документа, оборота, никуда не нужно выезжать. Буквально у меня это заняло не больше пяти минут. Программа заработала в апреле этого года. На сегодня более 300 работодателей заявили об участии. Всего на этих предприятиях около 1400 вакансий. Трудоустроить они могут тех граждан, которых мы направили к ним по направлению. Соответственно, эти граждане должны быть зарегистрированы в качестве безработного на 1 января текущего года. И на момент направления на работу они также должны быть безработными. Михаил Плаксин занимается установкой кондиционеров, а летом всегда растет спрос. Поэтому он решил увеличить штат. По его словам, эта программа позволит поддержать не только работодателей, но и работников. Для других работодателей я считаю, что это хороший повод перевести своих сотрудников, официально устроить, чтобы у них шел стаж, социальные выплаты, позаботиться о их пенсиях. Участникам программы возмещают часть расходов по оплате заработной платы новому работнику. Кстати, никаких документов для этого никуда относить не надо. Все процедуры проходят в электронном формате. Размер субсидии составляет 12 792 рубля. Минимальный размер оплаты труда плюс отчисление в небюджетные фонды. Это порядка 30 процентов после первого месяца трудоустройства, третьего месяца трудоустройства и шестого месяца трудоустройства. Таким образом, работодатель может получить около 50 тысяч рублей за одного трудоустроенного. Программа действует до конца этого года. Поэтому работодателям для того, чтобы получить полную выплату, необходимо уже в июне подать заявление в Центр занятости о свободных вакансиях. Надежда Яковлева, Павел Иритков, Республика. Однодневные соревнования в итальянской Флоренции серии «Бриллиантовая лига» стали успешными для наших спортсменов. Чемпионка мира Анжелика Сидорова представляла параллельным зачетом Москву и Чувашию. Она одержала победу в прыжках с шестом с результатом 4 метра 91 сантиметр. В копилке российской сборной еще одна золотая медаль. Ее обладателем стал бронзовый призер чемпионата мира в прыжке в высоту Илья Иванюк. Он показал лучший результат – 2 метра 33 сантиметра. Сразу двух побед на одном этапе у России не было очень давно. Это были главные новости пятницы 11 июня. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok